Привет всем! Сегодня я расскажу вам о выращивании донорских органов в свиньях, программе, упрощающей слепо глухим работу на компьютере и академическом юните по-казански. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Генетики из Университета Калифорнии начали опыты по созданию так называемых химер, эмбрионов свиней с человеческими органами, предназначенными для последующей трансплантации. Ученые удаляют у эмбрионов свиней фрагмент ДНК, ответственный за создание поджелудочной железы. Затем в эмбрионы вводятся интуцированные стволовые клетки человека. Предполагается, что в итоге из этих клеток разовьется полноценная человеческая поджелудочная железа. Между тем, проводимые эксперименты в научном сообществе вызывают неоднозначную реакцию. Ведь не исключено, что человеческие клетки могут мигрировать в развивающийся свиной мозг, и неизвестно тогда, какого монстра они получат. А российский ученый из Томского госуниверситета Михаил Пожидаев, который из-за неизлечимого заболевания в студенческие годы полностью потерял зрение, разработал уникальное программное обеспечение – рабочее окружение «Лоу Рейн» для персональных компьютеров, которое позволяет обучать компьютерной грамотности не только людей со ослабленным зрением, но и слепоглухих людей, а также слепых детей с отклонениями в умственном развитии. Планируется, что новое изобретение, аналогов которому нет нигде в мире, будет представлено общественности в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума. И напоследок в Татарстане КФУ и первое МГМУ образовали академический юнит. Соответствующее соглашение было подписано накануне на 16-й сессии семинара свечения проекта 5.100. Юнит будет совместно решать задачи по обеспечению взаимодействий, содействующих мультипликативному эффекту в создании и трансфере инновационных технологий. Также в сферу интересов сторон входит совместное повышение профессиональной компетентности преподавателей, внедрение передовых образовательных технологий, поддержка научно-публикационной активности и повышение академической мобильности учащихся преподавателей и научных сотрудников. А на этом все.